Здравствуйте! Я вновь приветствую вас на моём творческом канале Людмила Акрилик Арт. Акриловое искусство, где я делаю картины из жидкого акрила в различных техниках. Сегодня мы будем продолжать мои опыты в освоении новой техники создания жидким акрилом цветка. Это, казалось бы, совершенно несложная техника, но я столкнулась с некоторыми нюансами, которые я хочу рассказать вам. Во-первых, холст, на котором будет создаваться эта картина, должен стоять практически идеально ровно, потому что, чтобы не стёк рисунок в одну сторону. Во-вторых, основа холста должна быть покрыта чёрной краской или белой, любой краской, любого цвета. Но основа должна быть очень жидкая. Вот я вам, может быть, вам видно будет. Краска должна стекать. Вот так вот она должна течь. Она должна быть очень жидкой. Сначала, значит, мы покрываем холст этой краской. Льём мы побольше краски для начала. А потом, чтобы краска должна быть ровно-ровно лежать на холсте. Тоже для того, чтобы наша краска распределялась очень хорошо по холсту. Поэтому наливаем много краски, но потом мы её сольём, постараемся слить, создавая ровную основу. Я надела перчатки, потому что руки будут очень грязные, когда мы создаём ровную основу под картину. Для создания этой картины я взяла всего три цвета. Для начала мы устанавливаем в середине нашей картины отрезанное наше донышко. Я ставлю его на вот такую крышечку, чтобы донышко не соприкасалось с картиной, с основой картиной. И тогда у нас краска подтечёт и туда вниз, за это донышко, чтобы была красивая серединка. Установила я донышко. Для этой картины я взяла всего три цвета. Это белый, золотой и чёрный. Белый у нас смесь. Перламутр фирмы Палиш и Амстердам. Ну а Амстердам у меня не вот такой вот. Это не Амстердам. Это фирма, которая создаёт Амстердам. Это учебная серия. Посмотрим, как она будет работать. Одна часть перламутра и одна часть белого титановой краски. Именно титановой краски. И две части медиума. Вот такая должна быть краска. Она пишет по верху, но не оставляет следов. Сразу проваливается. Вот такой густоты должна быть краска. Также я взяла для этой работы золотую фирму Дали. Развела я её один к одному с медиумом. Вот смотрите, как она течёт у нас по поверхности. Оставляя небольшой бугорочек, который моментально исчезает. И чёрная. Та, что на основу, это очень жидкая чёрная. Она у нас приготовлена отдельно. А чёрная для картины приготовлена отдельно. Она тоже у нас вот такого вот густоты, которая пишет по поверхности и сразу исчезает. Начнём с белого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь я сдуваю краску, чтобы повернуть свою крышечку. Таким образом, чтобы вот так у нас перешли в другую сторону немножечко. И начинаем с золотого. Холстик небольшой, для меня непривычный размер. Я привыкла к большим холстам, поэтому так даже как-то непривычно для меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем, кто досмотрел моё видео. Я с вами не прощаюсь. У меня ещё очень много идей и задумок. Думаю, будет со мной интересно. Оставайтесь на моём канале. До скорых встреч!